МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала СБС-передача специально сейчас. Меня зовут Альмира Мусазаде. Обсуждать мы будем интервью президента Ильхама Алиева, ведущим мировым СМИ. Гость нашей программы – депутат парламента Азербайджана Расима Сабеков. Он сейчас находится на прямой связи со студией. Здравствуйте, Расима Алим. Как вы нас слышите? Здравствуйте, Альмира. Это нормально. Пожалуйста. Расима Алим и так исполнился год со дня начала Отечественной войны. И так же, как и год назад, я думаю, все мы были прикованы к экранам телевизора и с нетерпением ждали и обращения главы государства к народу. И слушали интервью ведущим мировым СМИ. Что бросается в глаза в первую очередь? Изменилась ли риторика? И с каким посылом сейчас, год спустя, глава государства обращался как к народу азербайджанскому, так и к всему мировому сообществу? Да, я хочу напомнить, что все 44 дня войны в прошлом году президент Илья Амалиев руководил не только нашими вооруженными силами, как верховный главнокомандующий, а шли напряженные боевые действия. Но одновременно и дипломатические все, скажем, процессы находились под его непосредственным контролем. Но и он играл самую первую роль в качестве человека, который доводил до мировой общественности азербайджанскую позицию. Я просто напомню, что не проходило дня, что он не только обращался к азербайджанскому народу, но и посредством авторитетных международных СМИ доводил нашу точку зрения и нашу правду до всего мира. И это сыграло огромную роль, потому что, ну, понятно, что и пресс-секретарь выступал, и МИДовские люди, которые связаны с работой по связи с общественностью, и нам, депутатам. Я сам за это время, может быть, на 23 зарубежных СМИ выступал. Но одно дело, когда выступает президент страны, и понятно, что все, что сказано им, выходят на заголовки и привлекают к себе в 20-30, в 100 раз больше внимания, чем когда это делает сотрудник МИД или даже сотрудник президентской администрации. И это очень важную роль сыграло. И я смотрю, и господин президент продолжает эту линию. Он выступил в трех различных влиятельных СМИ, дал интервью, имеется в виду и турецкое агентство, и российское, и сейчас французское, и постконфликтную ситуацию в этих интервью обрисовал. Так что ситуация изменилась в значительной степени. Была война, а теперь в интервью господин президент четко обозначил, что сейчас все связано с постконфликтным урегулированием. Война закончилась, конфликт на Горном Карабахе закончился. В повестке дня постконфликтное урегулирование армяно-азербайджанских отношений, обеспечения в регионе Южного Кавказа стабильности, мира и восстановления сотрудничества. Да, спасибо большое. Вот вы действительно отметили, что очень важный фактор это именно личность самого выступающего, самого респондента. И здесь вот есть такой момент, что во время войны также, в том числе, и с армянской стороны было много интервью, но, то есть, премьер Армении тоже выступал. Но здесь есть такое понятие, как политическая риторика, то есть популизм, да, и есть реальная политика, подкрепленная фактами. Вот по каким, то есть, результатам мы можем судить о том, что те тезисы, те главные месседжи, которые звучат в интервью, в обращении к народу Ильхама Алиева, президента Азербайджана, они, то есть, воплощаются в реальность? Ну, я хочу сказать, что, ну, не трудно судить, как Пашинян обращался к армянскому народу, потому что, скорее всего, он обращался к народу на армянском языке. Ну, по крайней мере, это достаточно. Ну, интервью, да, интервью мы отслеживали, я думаю. А он на русском языке, когда он говорил, запинаясь даже на русском языке, произносил какие-то бессвязные фразы, разбрасывался обвинениями какими-то. И, ну, на английском это вообще смех, когда он разговаривал. Поэтому здесь важно еще и смысл того, что ты доводишь, но важно еще и, кто доводит, весомость его слов и как он их доводит, когда это делается на прекрасном русском языке, когда это делается на совершенном английском языке. Понятно, что аудитория такого месседжа гораздо шире, и я думаю, что она доходит не только до политиков высокого ранга, им в конце концов, если надо и, скажем, как говорится, даже можно на азербайджанском переведут и на стол положат. Важен еще и широкий круг аналитиков, дипломатов, работников СМИ имеют возможность из первых уст получить необходимую информацию и выслушать аргументацию, и это тоже очень важно. Да, но безусловно, интервью президента это всегда, каждый раз это важный месседж. Кто главный адресат и на этот раз, как вы считаете? Ну, посмотрите, то, что для турецкой общественности господин президент, это не первое его интервью, и он встречается и систематически доводит мысли до широкой общественности братской Турции, которая является нашим стратегическим союзником. Тут, в общем, как говорится, после Шушинской декларации уже ни у кого не остается на этот счет никакого сомнения. Но очень важно было, активизируется опять работа сопредседателя Минской группы. И в этом смысле французская сторона стала вести себя, уже пытается, во всяком случае, вести себя более сбалансированно. Потому что во время войны Франция заняла, и господин президент в своем интервью об этом сказал, что Франция заняла откровенно проармянскую позицию. Но это дело, как говорится, каждой страны выбирать себе и союзника, и с кем, кто кому, как говорится, нравится, и кто кого хочет поддерживать. Ну и коль ты посредник взял на себя эту миссию, то изволь хотя бы внешне поддерживать баланс, а не превращаться в сторону конфликта. И в этом смысле, конечно, очень важно было то, что в позиции Франции в постконфликтный период произошла определенная эволюция, и как сказал президент Ильхан Алиев, что определенные позитивные мессажи из Франции доводятся до Азербайджана, и министр иностранных дел наш встречался с главой МИД Франции, и в общем очень важно было довести азербайджанскую позицию и до широкой французской общественности, что и было сделано в ходе этого интервью. Ну, понятно, что конфликт, связанный с Карабахом и армяно-азербайджанский конфликт, во что он потом вылился в широкое военное действие, безусловно, в эту проблематику была широко погружена Россия, российское руководство. Оно сыграло и значительную роль в том, что было подписано трехстороннее заявление, которое положило конец военным действиям. Понятно, что очень важно было обращение и к широкой российской аудитории. Ну, принимаю во внимание, что в российских СМИ определенные засилия людей, которые выступают практически проводниками не российских национальных интересов, а армянских интересов. И они, не стесняясь это делают, очень важно было, скажем так, уравновесить во многих случаях тенденциозное представление Азербайджана, азербайджанской позиции, словами президента страны. Я хочу сказать, что господин Карачене в этом смысле один из, ну, скажем так, объективных российских аналитиков и руководителей СМИ, серьезного аналитического издания. Он часто очень выступает на различных аналитических программах российского телевидения. И очень важно было, в том числе, вот через такого аналитика довести азербайджанскую точку зрения до широкой российской общественности, до аналитического сообщества, что и сделано было в этом интервью. Да, но тут еще интересный момент в том, что именно в интервью в российскому журналу, да, президент впервые раскрыл ранее неизвестные детали боевых операций, которые были проведены азербайджанской армией в ходе Отечественной войны. И вот в этом контексте, особенно, действительно, как вы сказали, в России огромная армянская диаспора, огромное количество людей, которые до сих пор пытаются выступать с какими-то реваншистскими заявлениями. И вот в этой связи какое значение имело именно раскрытие блестяще проведенных, безусловно, операций азербайджанской армии на страницах российского издания? Ну, я хочу сказать, что это весьма специфическое издание, оно называется национальной обороны. То есть эта издание занимается анализом военно-стратегических вопросов, в том числе и ходом военных действий, их результатом, их стратегического значения. И да, конечно же, в таком издании безусловно, нужно было поднимать занавеси над некоторыми операциями, в том числе, ведь, в общем, это отмечают все, не только очень высокий уровень азербайджанских, особенно сил специального назначения, но не только. В общем, блестящееся провели сегодня, в той войне, и военно-воздушные силы наши. Очень хорошо была организована и работа ствольной артиллерии, реактивной артиллерии, все это было, имело свое место, но очень существенное значение имело и то, как стратегически правильно было выстроено проведение операций и очень высокий уровень управления военными действиями. Действия азербайджан, особенно вот то, что господин президент сказал, то, что наши войска, прорвав оборону на юге, двинулись и вдоль Араза вперед, это, в принципе, было как бы и с армянской стороны ожидать в случае прорыва, хотя они полагали, что такой прорыв осуществить невозможно, потому что они в этой полосе создали шесть линий укрепления, на протяжении 30 лет они ее укрепляли. Более того, там были бетонированные бункеры, да, мы действительно, наша группа тоже сумела это увидеть. Они прорвали, они не ожидали прорыва, а после прорыва они не ожидали, что Азербайджан продолжает наступление вдоль в направлении уже Зангелану, Лубатлон, азербайджанские войска мы смогли, как сказал господин президент, сформировать в очень короткий срок, он стал фактически в течение двух суток дополнительно новый корпус вооруженных сил, а вы должны себе представить, корпус это в общем где-то 12-13 тысяч человек, это в общем очень сложно на протяжении нескольких лет это делает, сформировать быстро осуществить мобилизационное мероприятие новый корпус и повернули его в направлении Гадрута и потом оттуда на Шушу фактически вот этот поворот направления Гадрута и наступления на Шушу было абсолютно неожиданным для армян и в общем это продемонстрировало очень высокий уровень стратегического управления военными действиями которые осуществили вооруженные силы Азербайджана и они в общем и обеспечили победу Как вы думаете услышал ли вот те реваншисты которые сегодня выступают уже после спустя год после окончания войны в Карабахе и в принципе капитуляции Армении вот услышали ли реваншисты самый главный месседж из интервью президента Ильха Малиева В принципе скажем так там реваншист в основном конечно на словах потому что армяне зализывают очень скажем так большие раны которые было нанесено их вооруженным силам их национальному скажем самосознанию того самодовольствию самоуверенности которая была у армян то есть в общем ведь это скажем так крах они его так и воспринимают в принципе армянское общество еще пока из шока вот этого поражения не выбралось да там разглагольствует потому что надо укреплять армию что пока Армения не сможет восстановить скажем боеспособность своих вооруженных сил с ней никто не будет считаться а сможет ли восстановить страна которая в ходе военных действий ну 7-8 тысяч безвозвратных потерь и примерно столько же ранен плюс еще 11 тысяч дезертиров плюс сломленный военный дух плюс практически полностью выбитая военная техника потому что то что не попало в плен и не было скажем но подбито очень многие использовали свои моторесурсы практически ведь армия армянская армия капитулиру потому что ну у них просто банально закончились боеприпасы и нечем было даже воевать и в этих условиях конечно же рассуждать о реванше может абсолютно человек далекий от и военного дела и от политики я думаю что там хватает все же ну людей в армении ну скажем так адекватных которые понимают что армении ну не только на ближайшее время скорее всего практически уже навсегда утратила способность военного противостояния азербайджан и в основном все эти реваншистские круги там спят и мечтают о том что а вдруг россия с турцией начнет воевать и скажем азербайджан тут доставить и они как шакалы могут попытаться что-то для себя какие-то куски из азербайджанской территории опять выхватить или же в своих мечтах влажных думают о том что вдруг азербайджан с Ираном значит ступит военные действия столкновения и опять армяне тут могут что-то для себя попользоваться и им нужно хоть какие-то вооруженные силы восстановить для того чтобы вот такой шакалью какой-то скажем так поведение реализовать но понимает это все еще раз из области фантастики фактически сегодня в армении адекватные люди понимают что армения потеряла значительной степени свою субъектность потому что она экономически и так все время была скажем так ну полностью поддерживал за счет зарубежных финансовое влияние за счет поддержки России ну там пытались говорить горделиво что у них есть зато есть у них армия теперь выяснилось что у них нет ни армии что у них нет ни дипломатии что у них нет реальной внятной какой-то государственной политики ну вот в этих условиях конечно о реванше может только человек который в моем понимании это клиент психбольницы да но вот недавно как раз прошла информация о том что вот Армения якобы закупает вновь наступательные виды оружия и даже мы видели что в армянской прессе говорили со слов министра обороны российской федерации да о том что вот сотрудничество будет укрепляться впоследствии выяснилось что это безусловно фейковая информация но вот на чем основываются такие спустя год и спустя действительно вот как вы отметили полного разгрома армянской армии на чем основываются такие попытки создать очередной мыльный пузырь вот мы видели к чему это привело год назад что изменилось сейчас неужели вот те люди которые занимаются такими фальсификациями рассчитывают что результат в этот раз получится другим нет это идет блеф потому что ну даже ну выяснилось что и разговор о том что Россия будет поставлять Армении какие-то новые вооружения потому что они поставлены в ходе и накануне прошлогодней войны и в ходе войны все что поставила Россия по оценке ну бывшего вице-премьера сейчас депутата парламента Армении Армена Геморкияна это примерно на 1 миллиард долларов было поставлено оружие они за это еще никак не то что не расплатились они даже не оформили соответствующими кредитными соглашениями уже поставленные вооружения и на что они опять рассчитывают что Россия будет бесплатно опять насыщать Армению оружием вряд ли вряд ли а тем более что скажем заявы такие делают что нам не нужно то оружие которое Россия как бы снимает своих вооружений устаревшие или уже использованные вооружения и передает бесплатно или по остаточной цене Армении они хотят современные высокоэффективные оружия которые пока еще российские вооруженные силы недостаточно оснащены понятно что ничего пока в реальности Армения ничего не получила потому что ну доставить это вооружение ну единственный путь через Иран мы достаточно мы хорошо контролируем все скажем коммуникации Армении сейчас у нас есть такая возможность и в общем пока еще не зафиксированы никакие скажем ну реальные поставки вооружения которые ну можно было на которые можно было среагировать пока есть только рассуждения и безответственные слова ну в общем обозначено и я думаю что это сказано что если Азербайджан это сказал господин президент и в интервью для издания национальной обороны российского и в том числе и в интервью для Франции 24 что если мы увидим реальные попытки со стороны Армении создавать какие-то военные угрозы для Азербайджана и выступать опять какого рода реваншистскими скажем ну оползновениями ответ будет дан мгновенный и скажем очень ощутим поэтому я полагаю что это известно и в Армении и тем да ну вот действительно как раз вы затронули тот момент что вот Азербайджан готов решительно отвечать на любые провокации при этом вот если возвращаться к интервью агентству Франции 24 то там вот это заявление было воспринято немножечко неоднозначно то есть это воспринимается как угроза миру при этом мы видим что именно Азербайджан выступает за мирный диалог и в принципе стабильность и безопасность в регионе это было видно даже и по самому ходу боевых действий когда армянские вооруженные силы атаковали наше гражданское население а мы отвечали им исключительно на поле боя отвечали исключительно по военным объектам откуда вот такое предубеждение в отношении Азербайджана и вот как переломить все-таки вот такой укрепившийся наверное ярлык так скажем то что двойные стандарты они были для меня честно неудови это не удивляет Армения 30 лет оккупировала азербайджанские территории и пыталась вести переговоры с Азербайджаном с позицией силы и в общем мы не видели что Франция упрекала бы Армению за подобного рода поведение а тут значит в отношении Азербайджана у Франции понимаешь ли возникает вопрос я смотрел это интервью там говорится о том что а вот автономия для карабахских ромян понимаешь что сегодня говорит о поделении о независимости о председании к Армении невозможно об автономии спрашивается Франция сама готова была представить автономию немецко населенному Эльзасу ради из-за которого две мировые войны я был в Страсбурге я не увидел там не то что никакой автономии ни одной вывески на немецком языке нет в Страсбурге хотя это кругом Эльзас и населенные немецкоговорящие гражданами Франции ни о какой автономии значит для двух миллионов жителей или там миллион сколько их там осталось Эльзаса даже не то что разговаривать во вслух этого произнести нельзя и вместе с тем пытаются поучать что а почему бы не дать какую-то автономию для 25-30 тысяч армян которые остались в Карабахе Карабахской Арбель поэтому я еще раз повторяю такое отношение когда весь мир держится делится на своих тех которые тебе нравятся и чужих но международное право сила международного права его универсальности то есть подход единицы измерения подход должен быть для всех случаев одинаковый и коль вы абсолютно не приемлете допустим автономии Каталония там провели референдум и хотели независки никто Франция даже близко в Каталонии живет 5 миллионов населения даже близко этот разговор не допускай это ваш Евросоюз это ваше европейское пространство правовое займите позицию нет но получать Азербайджан что вот хорошо бы автономии для карабахских армян в таких случаях говорят что занимайтесь вопросами которые находятся на расстоянии действий ваших собственных правовых институтов европейских институтов а уж мы как-нибудь со своими соседями разберемся самостоятельно да вот я сейчас хотела бы кстати предложить нам заслушать отрывок из интервью президента Эльхама Алиева французскому агентству Франц 24 в котором как раз таки господин президент говорит о возможности сотрудничества с Ереваном встреча министров иностранных дел двух стран является хорошим показателем этих усилий надеюсь что это не просто встреча а начало нового процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией который придаст большой масштаб сотрудничеству в регионе Южного Кавказа Азербайджан никогда даже во время войны или в период оккупации не возражал против любых контактов на высшем уровне напротив мы считаем что такие контакты могут дать ответы на возможные вопросы с обеих сторон и стать новой отправной точкой для развития региона да и действительно мы видели что Азербайджан несколько раз пытался наладить диалог как до войны как отмечал и глава государства так и уже после войны мы видели что были контакты трехсторонние это был лидер России Азербайджана и Армении и тем не менее до сих пор вот я подвожу к одному из важных вопросов который затронул журналист агентства Франс 24 до сих пор некоторые пункты трехстороннего соглашения они не выполняются насколько в целом возможен диалог с армянской стороной если мы видим что вот контакты даже если они есть остаются ну по большей части с армянской стороны лишь на бумаге они пытаются их как-то от них отказаться оттянуть время и так далее ну если мы уже пришли к такому решению что войны нет и ее ни в коем случае возобновлять нельзя то есть все выступают с позиции того что нужно обеспечить стабильность мир и восстановление диалога и сотрудничества ну значит надо разговаривать вопрос ведь если есть проблемы если необходимо осуществить постконфликтное урегулирование другого пути кроме как разговаривать нет этот диалог восстанавливается посредством встречи министров иностранных дел там французский корреспондент задал вопрос что готов ли господин президент поговорить по телефону с николом пашинянам так ну господин президент сказал что у нас нет такой практики чтобы разговаривать по телефону но если но имеется ввиду сейчас наверное в видеоформате беседу какой то что если обычно все беседы такого рода организовывали сопредседателя минской группы ну и либо президент одной из стран сопредседателя минской группы что есть такая инициатива и появится о том чтобы диалог возобновить и на уровне первых лиц он в общем не не видит препятствий для того чтобы такой диалог возобновить конце концов я еще раз повторяю есть различие позиции сторон и в том что касается постконфликтного урегулирования это касается и лимитации и потом последующим демаркации границ это касается открытие транспортных коммуникаций это касается и допустим азербайджан настаивать чтобы остатки армянских вооруженных сил были удалены с азербайджанской территории есть и другие какие то вопросы восстановление ну азербайджан предложил чтобы было бы заключено большое межгосударственное соглашение как мирный договор мирное соглашение и эти предложения перед на армянской стороне и я думаю что в этом смысле диалог конечно должен быть восстановлен и я даже не исключаю что такой диалог может быть восстановлен необязательно на уровне первых лиц могут быть назначены спецпредставители азербайджан и армении им не обязательно для того чтобы встречать разговаривать надо ехать далеко почему бы вот грузия предлагает свою площадку для подобных встреч да так и такого рода встречи могут быть я думаю что они могут быть полезными потому что я еще раз повторяю если то есть есть военные решения все мы эту эту часть эту страницу и как сказал президент храмолит мы ее перевернули страницу военного конфликта пост конфликтного регулирования конечно же требует восстановление полноценного диалога да ну как говорят политика есть искусство возможного будем наблюдать насколько возможно насколько политично армянское общество и вот последний вопрос завершающий да подводя итог к нашей с вами беседе действительно очень важный момент это кто может выступать посредником вот таких контактах к примеру между азербайджаном и арменией да если раньше мы привыкли к такому формату минская группа обсе то сейчас без словно очень важным актором и является россия и возможно даже турция и к слову говоря вот ереван тоже заявляет дает такие неоднозначные сигналы готовности сотрудничества с той же самой турции вот насколько кто может выступать своего рода медиатором и насколько минская группа до сих пор продолжает сохранить свою актуальность ну в общем можно сказать что в качестве такого и даже когда была минская группа чаще конечно выступала россия это тоже понятно мы все были совсем еще недавно 30 лет назад были частью одного большого государства поэтому роль россии тут естественно она общем принимается и азербайджаном и армии ну минская группа сейчас выразила желание возобновить свою активную посредническую функцию и причем заявили они повестка определена минская группа выступила в поддержку трехстороннего заявления которое было подписано ну в ночь с 9 на 10 января и когда и ноября года ноября и в общем положила конец военной анти конфликт и это очень важно потому что там ведь есть пункты которые касаются не только прекращение военных действий но и и заплакать вопросы связанные с пуском кликному регулирую но я еще раз повторю конечно есть роль турции хотя она как последний не может выступать хотя бы потому что у турции свои неурегулированные отношения с арменией а ведь нет даже дипломатических отношений дипломатического представительства и урегулирования армян и турецких отношений это отдельный кейс и я думаю что он тоже будет активно разрабатывать я бы хотел бы отметить и роль грузии потенциально ведь в общем премьер-министр грузии выступил с определенными как раз находится с визитом в акул да но посмотрите и когда там был премьер-министр армении и в общем президент турции заявил что премьер-министр грузии передал пожелать премьер-министр армении прямого диалога с высшим турецким руководством и я думаю что есть определенное предложение в том что и грузия может стать такой площадкой и я еще раз повторюсь не обязательно чтобы встречались первые лица или главы мид конце концов могут быть назначены спецпредставителей и азербайджана и армении которые могут в двухстороннем формате проговаривать и согласовывать очень важные вопросы потому что ну для встречи не то что первых лет но даже глав мид должна быть проведена серьезная подготовительная работа чтобы это не было бы встречи ради встречи поэтому я думаю что такая работа начинается и будем надеяться что она будет приносить результат ну будем будем наблюдать за ситуацией спасибо вам большое что вы согласились на это интервью я напоминаю в эфире телеканала cbc была передача специально сейчас до встречи а и Субтитры создавал DimaTorzok